440 миллиардов долларов. Это почти 2,5 состояния Илона Маска, самого богатого человека в мире. Или же общая стоимость компании Visa. На эти деньги Норвегия могла бы жить год, а Молдова лет так 30. В украинских же реалиях это сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре страны российскими войсками. Такова оценка Всемирного банка. К тому же сумма ущерба растет и будет расти с каждым днем, пока длится полномасштабная война России против Украины. Вместе с тем надеяться, что в Москве одумаются и возместят деньги добровольно, не приходится. Но те самые российские деньги, а точнее активы, находятся не только на территории страны-агрессора, но и за ее границами. В странах Европейского Союза, в США и в Канаде, а еще в Украине. Механизм конфискации российских активов и активов их пособников – это то, что мы должны сейчас делать. До войны, до этой стадии войны в Украине никаких механизмов конфискации не было. Не было их не только в Украине, но и в мире. В мире их до сих пор нет. Мы знаем только один пример конфискации российских активов одного олигарха, который передали США в Украину. И пока мир и дальше ищет решения, Украина уже это делает. Здесь Украина показывает свое лидерство, и мы действительно должны быть лидерами в этом процессе. В Украине существует три механизма конфискации российских активов. Первый – принудительное изъятие объектов права собственности России и ее резидентов, например, Сбербанка или госкорпорации ВБРФ. Пока этот способ использовали единожды. Второй механизм – это отчуждение имущества в рамках уголовного производства. Его можно применить к тем россиянам, которые совершили на украинской территории преступления, наказание за которое предусматривают конфискацию. И третий, и, пожалуй, наиболее действенный – это изъятие активов после наложения персональных санкций. В рамках санкционного механизма по состоянию на 5 июля было конфисковано 993 объекта права собственности. Среди них автомобили, недвижимость, корпоративные права и даже произведение искусства, кстати, из резиденции Януковича. Следует также отметить, что 54 конфискованных объекта находятся в Автономной республике Крым и Донецкой области. Из публикации издания «Украинская правда». Но просто конфисковать активы недостаточно, ведь факт изъятия еще не означает, что средства можно использовать во благо Украины. Для этого имущество необходимо продать, а вырученные деньги перевести в фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии России. Законодательная база для этого в Украине еще в процессе разработки, как, впрочем, и за рубежом. Российское имущество за границей власти стран замораживают. И пока общего, единого решения в мире нет, союзники Украины пытаются по-разному решить этот вопрос на национальном уровне. Специальные законодательные инструменты, которые позволяют или упрощают конфискацию, уже приняты в США и Канаде, а также обсуждаются в Евросоюзе и отдельно в Эстонии. Конфискацию активов российских олигархов начала Польша. 11 июля Варшава ввела временное управление имуществом российского олигарха Вячеслава Кантера в группу Азоти. Теперь планируют его продать. Так что, как бы там ни было, процесс конфискации идет, и Москва ничего не сможет с этим сделать. Россия непременно заплатит за агрессию и военные преступления не только жизнями сотен тысяч людей, международной изоляцией и слабостью режима, но и буквально из своего кармана.